Сказки Пушкину. Сказки Пушкина классика и премьеры на Пушкинском фестивале в Пскове. Коммерсант от 20 февраля 2019 года, 17-18. Завершился один из самых известных отечественных театральных смотров Пушкинский театральный фестиваль, проходивший в 26-й раз в Псковском театре драмы имени Пушкина. В программе этого года было мало спектаклей по пушкинским произведениям, зато все они были живые и современные. А значит, как считает Алла Шендерова, соответствовали духу поэта. Что ни говори, это чудо, пушкинские стихи и проза, написанные почти два века назад, ни в каком отношении не требуют перевода на сегодняшний русский. В этом смысле фестиваль в Пскове был очень пушкинский. В программу вошли постановки, напрямую обращающиеся к зрителю, даже если говорят с ними через классику, например, через Гоголевские женитьбу или Ревизор, или Морфи Булгакова. Спектакли были по большей части камерные, а бюджет у нынешнего смотра вдова меньше, чем в прошлом году. Кода фестиваль отмечал 25-летие. Тогда театр порадовал город, прошедший в рамках фестиваля лаборатории по современной драматургии, после которой в репертуаре появилось два новых спектакля. Один из них, «Гробница малыша» от Утанхамона в постановке Елизаветы Бондарь, был показан в начале фестиваля и стал самым заметным его событием. Пьеса американки Оливии Дюфа написана лет пять назад, но в Европе еще не ставилась. К камерному спектаклю Елизаветы Бондарь не хочется навязывать громкий титул европейской премьеры, но он ею стал. Дюфа написала пьесу о том, как одержимость, неважно, работой или властью, делает человека диктатором. А уж если ты диктатор, неважно, кем ты повелеваешь, близкими, которых потом приходится хоронить, как в случае с дочкой художницы Джейн, или всем египетским народом, который бежал оснатиранит юный Тутанхамон. По сюжету комикса «Малыши» о фараоне рисует Джейн, и они затягивают ее все больше. В спектакле каждый исполнитель существует в двух ипостасях. Джейн, Наталья Петрова, запойно рисующая комиксы для будущего конкурса, оказывается еще и умершей мамой Тутанхамона, а встреча с которой он умоляет бога смерти Анубиса Евгений Терских оказывается заодно и художником-физером, царем и богом комиксов. Он предлагает Джейну участвовать в конкурсе, ради которого она буквально отпускает на смерть свою дочь. Угловатая Атланта появляется в первой сцене, а дальше лишь в облике юного фараона, зигует, кричит Е. А, поправляя под носом гитлеровские усы, ходит Чаплинской походкой актрисе Дарье Чуроевой, не откажешь в остроте и точности. Хотя здесь точны все, иначе это плотный сгусток морока просто распадется. Как прошел Пушкинский театральный фестиваль в прошлом году. Сцена, оформленная самой постановщицей, белая, поначалу, коробочка, в центре которой зияет, по словам фараона, великое черное ничто то ли клякся, то ли последствия взрыва, в программке сказано, дизайн черной дыры Евгения Афанин. Стены быстро покрываются рисунками Джейн, видеомыпинг позволяет превратить фараона в Гитлера, а там и в Лениной сквозь комиксы проглядывает всеобщая история. Бог Анубис является в желтом френче, покрой явно сталинский, и не расстается с трубкой. Ритмически выстроенные диалоги героев идут под скрип карандаша свихивающейся художницы. Если за что и можно попенять этому спектаклю, то лишь за излишнюю концентрацию смыслов, раскрыть за полтора часа природу тирании задача непосильная. Впрочем, знаменитые художники с таким справлялись. Справится и этот, еще набирающий дыхание, спектакль, в финале которого Джейн, прозрев, наарит на Харасара Физера и обнимет в каком-то из миров то ли умершую дочь, то ли малютку фараона. Думаю, у театра, вложившего в программку вкладыш, где изложено, что для создателей спектакля неприемлемы все проявления фашизма, были серьезные опасения насчет публики. Но псковские зрители, полюбившие жанр обсуждений после показа, приняли этот спектакль. Скандала не случилось и после другого показа Гоголевской женитьбы, поставленной Петром Шерешевским в румынском театре. Как сказал на обсуждении Шерешевский, он приехал в Бухарест. Ему выделили шесть актрис и одного актера, Рариша Андричи, молодую звезду румынского кино. С ними он поставил Гоголевскую историю, перенесенную сегодня. Бородатая Агафия ведет себя как мужчина, но ходит в балетной пачке, надетой на джинсы. Ее, его, добиваются энергичные девушки, лихо выпивающие, привыкшие к общению в Тинда и теряющиеся при развиртуализации. Оказавшись наедине, под колесин, роскошная Андрея Танаси, и Агафия лишь пялится в телефоны. От последствий неудачного свидания под колесин, встерев слезу, и выходит в финале в окно. Такой же тактичный, неагрессивный феминизм заметен и в другом спектакле Шерия Шевского в «Ревизоре», вышедшем осенью на большой сцене Псковского театра имени Пушкина, и ставшим главным финальным событием смотра. Городничиха, Ангелина Курганская, и ее дочка, Дарья Чурева, реальный и полнокровный, вся история вертится вокруг них. Городничий Жихлистаков, пусть и в отличном исполнении Евгения Терских и Камиля Хардина, стерты и намеренно сделаны людьми без свойств. Цельный поп-артовский спектакль, действие которого, похоже, происходит в сегодняшнем Пскове, тоже принят зрителям, за исключением тех, кто мог узнать в чиновниках, отлично сыгранных псковскими артистами, самих себя. Феминистскую линию фестиваля можно продолжить рассказом про видимую сторону жизни моноспектакль Яна Савицкой, поставленный Борисом Павловичем. Давняя виртуозная работа, посвященная поэту Елене Шварц, не потеряла шарма, чем запомнился Пушкинский театральный фестиваль в 2017 году. Однако были на фестивале не менее заметные события, никак с феминизмом не связанные, например, морфи молодого питерца Андрея Гончарова, превращены почти в рок и рэп-концерт стараниями Надежды Толубеевой и Кирилла Вараксы, и все же оставшийся острым, бьющим током воплощением рассказа Булгакова. Или Борис Годунов минус камерный эскиз заслуженного режиссера Льва Стукалова, раскрывающий смысл пушкинской трагедии тоньше, чем многие громоздкие действия. В том и удаче нынешнего смотра, что спектакли в программе были на любой вкус. Объединяло их то, что каждый из них живой сегодняшний театр, работающий с живым зрителем и живым словом.